Впереди выходные. Если этой зимой вы еще не успели собраться всей семьей на природе, насладиться свежим воздухом и слепить необычного снеговика, смотрите следующий сюжет и черпайте вдохновение. Добродушные и улыбающиеся снеговички появились только в 18 веке. А до этого, тремя веками ранее, они были похожи на свирепых снежных монстров. Эти чудовища отражали боязнь людей перед лютыми морозами и вьюгами. К снеговикам, как и к морозу, относились уважительно и просили их помочь смягчить холода. А поскольку наши предки считали, что снегопадами и метелями руководят духи женщины, на Руси лепили именно снежных баб. Сейчас традиционно у снеговика есть нос-морковка или сосолька, вместо рук ветки деревьев, в качестве стильного аксессуара ведро, а для мейкапа используют краски. У западных аналогов на месте носа может быть и замороженная ягода, и даже початок кукурузы, а на принадлежность к мужскому полу иностранных снеговиков указывает цилиндр, шляпа или трубка. Кстати, не везде снеговичков делают из снега. Это нам в России так повезло, а на пляже обитают только такие снеговики из песка. В США, например, новогодняя скульптура порой получается из перекати-поля. А почему бы и нет, смотрится неплохо. Но в Америке не всегда снег в дефиците. В штате Мэн в 2008 году была ослеплена самая большая снежная баба в мире. Ее высота достигала почти 38 метров, в то время как самый крохотный экземпляр легко может спрятаться за человеческим волосом. Такой мини-снеговичок появился в конце 2016-го благодаря британскому ученому Дэвиду Коксу. Голова и тело малыша созданы из двух оловянных бусинок, а глаза и улыбка вырезаны при помощи сфокусированного пучка ионов. Да, впечатляет. На Югитименской области в этом году мельчить не придется. Снега уж точно хватит на всех. Природа расщедрилась. Но морозы еще не сдают свои позиции, поэтому пока черпайте идеи из нашего сюжета. Тем более, что талант скульптора в этом деле вовсе не обязателен, а вот чувство юмора и развитое воображение не помешают. Настоящее нашествие необычных снежных фигур наблюдали в Японии. Такой фантазии нам можно только поучиться. Как видите, никаких скучных и надоевших снеговиков. Здесь креатив во всем. Попробуйте и вы взглянуть на процесс снеготворчества иначе. Что если перевернуть все с ног на голову? А как устанет, так стоять можно и полежать, отдохнуть, набраться сил, а потом вскарабкаться на дерево. Как вам такой забавный барельеф? Кстати, всемирный день снеговика уже прошел. Он был 18 января. Но впереди 28 февраля всероссийский праздник снежной бабы. Это отличный повод встретиться всей семьей, весело провести время и слепить настоящий зимний шедевр. Тем более, порция вдохновения уже получена. А в процессе загадайте свое самое сокровенное желание. По христианской легенде, как только снеговик растает, оно тут же исполнится. Кристина Смирнова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.